Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала! Меня зовут Ева и на своем канале я рассказываю о своих путешествиях и новостях туризма. Сегодня я вам расскажу про интересную новость в Турции. Минздрав Турции разрешил делать прививки от коронавируса иностранным туристам за плату. Многие клиники страны уже готовы предлагать российским туристам эту услугу. Клиникам страны официально разрешено прививать иностранных туристов используемыми в стране вакцинами за плату. Ранее вакцинация от корида в Турции была доступна только тем россиянам, у кого было ВНЖ, то есть вид на жительство. В некоторых государственных клиниках уже проводят вакцинацию иностранцев. В крупнейших частных медицинских холдингах также заявляют, что готовы к приему туристов на вакцинацию. Она проводится без предварительной записи. С собой нужно иметь только заграничный паспорт. Тем не менее, скорее всего, российским туристам понадобится сопровождающий, который знает турецкий, так как ни в государственных, ни в частных клиниках чаще всего не говорят по-английски, говорят только по-турецки. В Турции туристы могут получить только две двухкомпонентные вакцины на выбор. Pfizer-BioNTech или китайскую Sinovac. За каждый укол нужно будет заплатить 400 турецких лир. Это на сегодняшний день где-то 2200 рублей примерно. Данные туриста уже после первого укола внесут в государственную информационную систему Yenobis, и он получит бумажный и цифровой сертификат о вакцинации. Этот сертификат совместим с европейской системой цифровых сертификатов вакцинации и признается в Евросоюзе. То есть Турция выдает сертификат уже европейского образца. Соответственно, если привиться в Турции Pfizer-BioNTech, то с таким сертификатом турист может свободно путешествовать по странам Европы. Представляете? По оценкам туроператоров направление может занять до 20% рынка вакцинных туров. При этом наиболее востребована будет вакцинация в Стамбуле. Представляете, Турция что делает? Они пытаются заработать и на вакцинах, на продаже вакцин, и на турах в том числе. Это же здорово, молодцы вообще. Принимающие компании страны уже разрабатывают для российских партнеров пакеты с трансфером до места вакцинации и обратно, с сопровождением и переводом при необходимости, с проживанием в отелях. Купить поездки на вакцинацию в Турции можно будет у тех компаний, которые сейчас предлагают прививочные туры в Сербию, Хорватию, Армению и другие страны. И вторая новость на эту же тему. Иностранцы и россияне, переболевшие за границей или привитые неотечественными вакцинами от коронавируса, смогут получить коронавирусный сертификат в России при наличии антител к этой инфекции. То есть, если вы болели за границей, не в России, то есть наша страна не зафиксировала вашу болезнь, а вы переболели за границей или вакцинировались иностранными вакцинами за границей, то при этом в России можно получить будет российский сертификат о вакцинации, либо как переболевшему. Пока у нас нет взаимного признания сертификатов вакцинации, такую работу мы ведем с иностранными государствами, либо иностранный, либо российский гражданин, переболевший за рубежом или вакцинированный иностранной вакциной, может приехать в Россию, также пройти тест на антитела и при наличии антител получить документ сроком действия на 6 месяцев, если такие антитела у него будут, сказала Голикова на брифинге. Ранее она сообщила, что нормативные документы для выдати ковид-сертификатов по наличию антител правительство и Минздрав рассчитывают подготовить до 1 февраля. Резонансный правительственный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах был принят Госдумой в первом чтении 16 декабря. И не все были этому довольны. Проект постановления, в котором Дума рекомендует правительству до рассмотрения указанного законопроекта во втором чтении проработать ряд вопросов. В частности, установить медицинские противопоказания к проведению прививки против новой коронавирусной инфекции, предоставить гражданам возможность посещать культовые здания и сооружения, находящиеся в пользовании религиозных организаций, без предъявления QR-кодов. Также предполагалось, что обладатели положительного результата ПЦР-теста и антител к коронавирусу получат сертификат сроком на 1 год. Количество антител измеряться не будет. Учитываться будет лишь их наличие. Говорится в этом постановлении. Также Голикова сообщила, что правительство совместно с Партией Единая Россия в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении, которое ожидалось в январе. В то же время во всех регионах России в той или иной степени используются сертификаты с QR-кодами для посещения общественных мест, которые выдаются сроком на год с момента последней вакцинации от COVID-19 или перенесенного заболевания, а также на двое суток с момента получения отрицательного ПЦР-теста. Итак, это были сегодняшние мои новости о самой злободневной теме, самой главной мировой теме. Оставайтесь со мной. Спасибо, что меня смотрите. Если понравилось, поставьте лайк. Ждите новых новостей. Всем вам до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok